Добрый день, дорогие друзья, зрители, посетители наших каналов, те, кто смотрят каналы наших партнеров, наших завистников. Меня, наверное, вы знаете, те, кто не знают, я Виктор Арестов. Занимаюсь производством электродвигателей с совмещенной обмоткой по технологии Славянка. В Китае моя компания АСПП Вэйхай, которая производит двигатели по этой технологии. Работаю с этой технологией, начиная с 2011 года. Те, кто знают меня, те, кто сталкивался со мной, могут рассказать, осудить или же похвалить, это не важно. Хотя важно для меня, для вас, те, кто работает со мной. Но это видео пойдет совсем о другом. А именно о так называемом тесте DP Labs двигатель DUNOVA на стенде. Посмотрим, что это такое, что в этом правда, что неправда. Одно хочу сказать. Молодцы ребята, построили хороший стенд, подходящий для таких нужд. Может удовлетворить потребности многих изобретателей или же самодельщиков, кто хочет переделать свои автомобили, мотоциклы, какую-то технику. И те, кто связаны со мной, мои клиенты или же просто партнеры, знают, что я помогаю двигателям, помогаю настройками. Те, кто интересуется развитием техники, я только за, чтобы поддержать это. Но вернусь обратно к этому фейковому видео. Что в нем фейкового? Двигатель DUNOVA. Двигатель DUNOVA. Если я покупаю двигатель, это мой двигатель или это двигатель какого-то производителя? Можно разбираться. Купил Дмитрий Дуинов двигатель, который где-то производился, или же он произвел этот двигатель? Вопрос, ответ. Что имел в виду автор под этим названием? Оставим его на совести. Это его совесть. Одно только могу сказать. Уважающий себя разработчик, технолог. Даже те, кто занимаются в гараже своими делами, никогда не критикуют своих соседей или же других разработчиков. Это сфера уважения друг к другу. Но это на его совести. Оставим это так. Что в этом видео не так? Первое я уже сказал. Двигатель DUNOVA. D-A-90. Как говорят в видео. Коллеги. Не хочу критиковать этих инженеров. Не подумайте об этом. Уважаю каждого человека, кто работает своими руками. И это важно, чтобы люди могли заниматься. И также другие люди, кто не может сам сделать. У вас хорошие станки. У вас металлообработка. Вы можете помочь каждому, кто хочет заниматься своим делом. Помогайте. Приветствую это. Но вы что-то развязали, не связанное с техникой, не связанное ни с чем. Приподнять себя, опустить другого. Идем дальше. Шаг за шагом. Двигатель DUNOVA. Заходим на сайт компании Sovelmash. Это связано напрямую с Дмитрием Дуиновым, с его именем. Что мы видим? Наша компания предлагает к реализации складские остатки асинхронных двигателей. Двигатели с совмещенными обмотками славянка. И мы видим различные типы этих двигателей, которые вы можете приобрести. Они технологии славянка. И то, что можно реально сказать от Sovelmash или же от DUNOVA. Здесь же вы также можете скачать каталог с этими двигателями, ознакомиться с характеристиками и выбрать для себя подходящий двигатель. Как вы видите, это двигатели ИЕ третьего класса. Здесь вы можете ознакомиться с их данными, с их характеристиками и решить для себя, желаете вы приобрести такой двигатель или нет. А также вы можете приобрести обычные двигатели с классической обмоткой, которые использовались для сравнительных тестов. Это двигатели ИЕ-1 и некоторые из них даже ИЕ-2 класса. Вы можете это купить. Одни вы можете назвать двигателями Дуинова. Это двигатели, которые он предлагает для продажи. Найдите хоть один двигатель под маркировкой DA112 или DA90. Нет такого фейк. Купил я, говорит, этот двигатель уже давно. Ну, подразумевается у Дуинова. Еще один фейк. Двигатель Дуинова или Дуинов не продавал эти двигатели. Давайте разбираться дальше. Заходим еще на одну страницу. Это страница Solar Group. И мы здесь видим одно название. Двигатели Дуинова. Ну что это? Двигатели Дуинова или же проект, который поддерживает эта компания? Те, кто знают и знаком с проектом, знают, что SolarMash заключила контракт, договор с Solar Group. Solar Group является инвестиционной компанией и привлекает средства. Но Solar Group не разрабатывает моторы, не продает моторы, а занимается финансированием SolarMash. Почему SolarMash или же Дуинов взял эту форму финансирования, а не обратился в банк, не взял кредит? Это ему решать. И осуждать можно только в конце, когда проект или состоится, или не состоится. Многие знают, что проекты или же компании, которые финансировались в это время банками, многие уже обанкротились. И таких случаев немало. Получив кредит и столкнувшись с временными проблемами, когда идет повышение курса доллара, когда растут цены в десятикратно на материалы, ни одна компания не выдерживает. Банк требует возврата кредита с процентами. И в срок. Не верну его, вы теряете свой проект, теряете свой бизнес. Нормальная практика. Добро пожаловать в мир бизнеса. Теперь смотрим дальше, на этой странице. Мы видим здесь технологии совмещенных обмоток, описание. Идем дальше. Преимущества славянки. Области применения. Исследования. Здесь вы можете как раз посмотреть различные тесты. Кто говорит, что тестов не было. Патенты. И вот подходим к одному месту. Мелкосерийное производство. Покупайте электродвигатели с технологией славянка. И что мы видим? Занимается компания АСПП Вейхай. Двигатель такой-то. И где он применяется? Где купить двигатели с совмещенными обмотками? АСПП Вейхай Технологи, СТИН, но не до юнов. Я рассказал о лаборатории, где тестировался якобы двигатель Дуэнова. Замечу, что ДА-90, как говорит товарищ инженер, который там тестирует. Это маленький двигатель, который вы только что увидели на странице Solar Group. Описание двигателя, производимого компанией АСПП Вейхай. Но. ДА-90С. С означает славянка. Есть такие же моторы, производимые другими компаниями или другой компанией. Тоже, возможно, в Китае. Это ДА-90. Под маркировкой 4.1, 4.2. Это двигатель с обычными обмотками. Затем, ДА-112, как указано в названии этого фейка. Обычный мотор, который производится в Китае в различных размерах, в различных мощностях. Но, что интересно, с обычной, одинаковой конфигурацией или одинаковыми внешними данными. Внешними. Они похожи. Убедитесь. Ну, теперь к лаборатории самой. Как я сказал, молодцы ребята, сделали хорошее дело. Вы имеете клиентов, только поддерживаю. Пусть клиенты ходят к вам. Желаю вам успеха в этом. И молодцы, что вы делаете это дело. Особенно уважаю тех людей, которые трудятся своими руками. Делают что-то, продвигают что-то и помогают другим. Зарабатываю на этом деньги. Нормально. Все хорошо. Вы же не опускаетесь до уровня потомков, критикуя других людей, которые занимаются таким же делом. Кто это делает, остается на вашей совести и на совести тех, кто это заказывает. Теперь о самой лаборатории. Все хорошо. Но сравним лабораторию Сов Эльмаш. Если вы уже затронули имя Дмитрия Дуенова. Заходим на его страницу. Для проведения испытаний создана современная лаборатория. Смотрим небольшую разницу. В этих лабораториях. Лаборатория Сов Эльмаш сертифицирована. Все оборудование высокого качества и очень высокой точности. Смотрим внимательно. Все досконально. Это оборудование, которое вы видите в лаборатории. Те, кто был и проверял, тестировал свои моторы. Были заказы на тестирование для судебных разбирательств. Они не вывешиваются никогда и не показываются. Но эта лаборатория именно аккредитована и для этих целей. Вы можете прийти и проверить, протестировать свои моторы или моторы своих поставщиков. Еще раз напомню, что вы можете на этой же странице посмотреть все результаты тестов, которые проводились и которые доступны в открытой печати или же на страницах. Вы можете сравниться с ней. У вас тоже сертифицировано, имеют все допуски. И что интересно, точности в тестировании. Точности тестирования, точности настроек, соосности, настроек по эффективности, точности эффективности, замеров эффективности, точности настроек, крутящего момента, скоростей и отклонений от этих параметров погрешности, которые возникают. Все как положено в сертифицированной лаборатории. Так ли это у вас? Здесь, это минута 45 секунд, инженер говорит, 1% погрешности к ЭПД. Пару процентов погрешности в крутящем моменте. Ну, погрешность составила там 1% КПД, пару ньютон-метров по моменту, по этому, опять же, китайскому датчику. Пару ньютонов на метр, крутящий момент, отклонение. Много это пара. Это одна пара или две пары, но пару, ладно, пару. Будем исходить из двух. Подсчитываем. Мотор 3000 оборотов, 2 ньютона на метр, 628 ватт. Это много или мало? В процентах? Или в мощности? Для 3-х киловаттного мотора, о котором говорит в данный момент этот исследователь, 3 киловатта, это более 20%. Мало ли это или много? Это всего лишь пару ньютонов на метр. Для 5-киловаттного мотора это отклонение почти доходит от 10 до 12%. Так, для 12-киловаттного мотора это чуть больше 5%. Это не 1% КПД. Это очень большие отклонения. Но оставим это на вашей совести, осудители. Заказного фейка, кто вам проплатил, я не знаю. Но не этим инженерам, кто проводил этот тест. Это заплачивается и с определенных каналов. Но это на вашей совести. Вам жить с этим. Теперь к самим двигателям. Я уже сказал, Дуенов не имеет отношения ни грамма к этим двигателям. Технология, да, Дуенов разработал технологию обмоток. Я, как лицензиат, использую эту технологию для производства двигателей. Те двигатели, которые я произвожу, не являются двигателями Дуенова. Потому что в этих двигателях только схема обмотки его. Он разрабатывал ее. Если вы выпускаете металл, а кто-то делает автомобиль, и этот автомобиль где-то врезается или теряет управление. Производитель металла в этом виноват? Или тот, кто сидит за рулем? Тот, кто делает тест? Оставим тоже на это на вашей совести. Идем дальше. Сам двигатель. Обратите внимание на вот эту мелочь. Маркировка. Красным. На болтах. Стяжки красные. На кабеле энкодера. И датчика температуры. Показываю двигатели, производимые компанией ASPP Wi-Fi. Обратите внимание на два двигателя. Слева стандартный двигатель китайского производства, снятый с автомобиля Pikman. 3 кВт. И справа двигатель DA100S. Который мы раньше использовали на некоторых автомобилях и на мотоциклах. Корпуса полностью одинаковые, фланцы полностью одинаковые. Вы практически не увидите разницы в них, кроме цветовой раскраски. И только на поздних версиях с прошлого года, на двигателях DA95S, другой дизайн, но тоже это китайские двигатели, которые применялись на транспортных средствах. Здесь заменена обмотка. Вот еще один двигатель. Это уже 4 кВт. Двигатель стандартный. Как вы видите, они очень похожи. Те, что мы используем, потому что это все фланцы стандартные. Даже болты стандартные. Если посмотрите на внешний вид, то они одинаковые. Отличаются оси. Это мы используем на автомобилях. На наших. Этот, этот, да, это снятый с наших автомобилей, которые мы тестируем. То, что я вам показал уже. Это DA100S старый. Используем на мотоцикле. Это на автомобилях старых. DA100SL. Вот. То есть полностью идентичный. Так и посмотрите, что стандартный китайский 4-х полюсных. Что наши 6-ти полюсные. Они что по размеру, что по внешнему виду полностью одинаковы. А теперь перейдем к следующему моменту. Это наши DA112SL, которые мы выпускали. Обратите внимание. Ни одной маркировки. Посмотрим на двигатели, которые один в один похожи на эти двигатели. Но продается на Алибопе, на Алиэкспресс. И вы можете купить любой. Любой мощности, любой длины. Но они один в один похожи. На те двигатели, которые производят. Потому что мы производим из обычных компонентов. Лицензиат использует модификационный потенциал, технологии обмоток. И заменяет обмотки. Но использует все компоненты. В двигателе так называемом Дуинова, который автор говорит. Лишь схема обмотки. Но если это двигатель тот. Все компоненты китайские, 100%. Даже медь в обмотках. Ну, возможно, ее закупили. Медь саму. В России, но сделали и в Китае. И затем применяют. Дуинов даже пальцем не прикоснулся к этим двигателям. Я прикасался. Там мои отпечатки. Что мы видим? Такой маркировки. Использование таких маленьких вещей. Нет на двигателях, которые имеют маркировку DA90S, DA112S или DA112SL. То, что вы видели, это производственный процесс. И они идут стандартно у нас. И не меняются. Нет тех компонентов, которые вы увидели. И мы не маркируем. Если кто-то решил купить двигатель наш и переделать. И потом нанести маркировку, чтобы его никто не разбирал. Вот к этому еще и подойду. Да, возможно, кто-то закупил двигатель. И, зная, что наш двигатель на 96 вольт. Подчеркну, 96 вольт. DA112SL. 96 вольтовый двигатель. Он сделан для этого напряжения. Его можно использовать на 72. Так мы используем на малоскоростных автомобилях. Многие знают, что славянка позволяет в широком диапазоне напряжения использовать эти двигатели. Так вот. Показываю один момент. Минута 7.07. Тестирование двигателя. Так называемого. Если 96 вольт батарейная, знатоки знают, сколько будет напряжения. Вернемся к фазному напряжению. То, что мы видим здесь. 11,68 вольт выходное напряжение. Интересно, конечно, да? Что может двигатель, который использует фазное напряжение около 80 вольт, делать на 11 вольтах? Оставим это на вашей совести тоже. Если кто-то перемотал его на меньшее напряжение, используя даже схему, допустим, используя схему славянки. Конструкция двигателя не рассчитана на такие напряжения. И почему мы производим именно для этого напряжения? Потому что нижние напряжения для этой конструкции просто неприемлемы. Неприемлемы. Ну, а теперь подытожим это видео, которое я сделал, как ответ на этот выброс, на этот фейк от лаборатории DP Labs. Хорошая лаборатория для определенных нужд. Я сказал, уважаю таких людей, кто делает свое дело. И помогает другим решать их задачи. Обрабатывайте металл, помогайте людям модифицировать что-нибудь, отремонтировать что-нибудь. Помогайте. Делайте хорошее дело. По вашему фейку я не знаю, кто его оплатил. Не зная человека, Дмитрия Александровича Гуденова, не работая с ним. Кто вы, чтобы осуждать? Оставим это на вашей совести. Вы с ним не знакомы и не знаете этого человека. Я работаю с ним по техническим вопросам. Не имею никаких финансирований Solar Group или же банковских. Я работаю и сам. Как и многие лицензиаты, которых более ста, кто работает с технологией совмещенных обмоток Дмитрия Дуенова и имеет лицензионные договора с АСПП Зеленограда или же Собельмаш. Но не вы. ДП ЛАПС. Не осуждаю инженеров, я уже сказал. Не осуждаю. Но тот, кто принял заказ за определенные средства, чтобы унизить человека, разработчика, который делает свое дело и делает своей совестью, данных тестируемых вы не показали. Характеристики тестирования вы не показали. Настроечные данные двигателя. Ничего нет. Одни слова. Ваша совесть отвечает за ваши слова. Дорогие зрители, на этом я округляюсь. Дорогие зрители, вам судить, но я не мог оставить без ответа, когда просто плюет кому-то в лицо, кто пытается всю свою жизнь сделать полезное дело для других. Те, кто знают этого человека, Дмитрия Александровича Дуянова, кто работает с ним, могут только сказать положительное. Но не вам судить. Подкупные судьи. Всего хорошего всем. Желаю всем удачи. В это трудное время нам идти дальше. И только нашими делами можно исправить ситуацию и наладить жизнь для будущего. Не только нас, но и наших потомков. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok